Краснодарские семинаристы отметили День своего Небесного Покровителя, Святителя Иоанна Златоуста. Торжество отменовалось архиерейской литургией, хиротесией вочтецов, награждением сотрудников, преподавателей и воспитанников Духовного ВУЗа. С подробностями Михаил Шнурников. В День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, правящий архиерей Екатериндарской Кубанской епархии, митрополит Павел, посетил Свято-Троицкий собор Краснодара, где возглавил Божественную Литургию. На богослужении в этот день присутствовали воспитанники Екатериндарской Духовной Семинарии. У них сегодня праздник. Дело в том, что Святитель Иоанн Златоуст является небесным покровителем учебного заведения. Владыки в этот день сослужили исполняющие обязанности ректора семинарии, секретарь епархиального управления, настоятель Троицкого собора, протеерей Михаил Литвинка, секретарь-референт управления, иерей Василий Нелиткин, а также студенты семинарии в Священном Сане. В этот день свершилось еще одно знаменательное событие. Владыка-Митрополит совершил хиротесии в очтецов над студентами четвертого курса. Избери рабов Твоих сих, и освяти их, и дашь им со всякой мудростью и разумом божественных Твоих словец по учению и прочитанию творите, сохраняя их в непорочном жительстве. Хиротесия представляет собой священнодействие, которое совершается архиерейским благословением и руковозложением знамение утверждения в церковной должности. Посвящение в разной степени церковнослужение сопровождается облачением священной одежды, соответствующей каждому чину. И на этом же богослужении Владыка благословил ношение подрясников студентам-третикурсникам. По окончании богослужения все переместились в здание Екатериндарской духовной семинарии, где в актовом зале состоялось торжественное мероприятие. После краткого доклада, посвященного небесному заступнику семинарии святителю Иоанну Златоусту, правящий архиерей наградил лучших сотрудников, преподавателей, а также студентов архиерейскими грамотами. И в завершении встречи Владыка Митрополит обратился к собравшимся с архипастерским словом, в котором, кстати, сообщил, что по его представлению святейшему патриарху соседний Свято-Троицкий собор становится теперь семинарским храмом. И еще приятная весть. Владыка Павел своим решением учредил ежемесячные стипендии студентам семинарии. Они будут дифференцированными и зависеть от успеваемости ученика.